На лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода есть тир, где есть возможность пострелять из пневматической винтовки. А если такая возможность есть, то нужно ей воспользоваться. Ежегодно здесь проводятся соревнования, приуроченные ко Всемирному дню качества. Принимают участие сотрудники службы качества и ЦИЗЛАМ. На протяжении двух дней сюда приезжают участники, чтобы показать свое мастерство. Екатерина Кулакова пришла вместе со своим сыном Дмитрием. Глава семьи был мобилизован и сейчас несет службу. Екатерина признается, что впервые в руках держит пневматическую винтовку. Инструктор все объяснил и показал. И вот первый выстрел. По регламенту каждый участник имеет возможность сделать три пристрелочных выстрела, а потом пять идут в зачет соревнований. Первые попытки мимо цели, но руки привыкли, поправку взяла и в итоге получилось хорошо, особенно для первого раза. Первый раз очень интересно, даже немножко почти что приблизилось к десятке. Очень понравилось. Я уже поняла, что ружье тяжелое, его нужно просто приподнять и будет хотя бы восемь. Мероприятие как бы к дню качества, это мой праздник, я же контролер, отвечаю за качество. И решили съездить с сыном, пострелять. Почему бы нет? А Дмитрий показал еще лучший результат. Отстрелял метко, набрал 41 очко из 50 возможных. Я повысил свой рекорд, который был до этого на школьной олимпиаде. И в принципе все понравилось. Стрельба ведется с расстояния 10 метров. Организаторы решили сделать несложные условия. Но тем не менее, из тех, кто побывал в тире, первый день соревнований не так много метких стрелков. Сегодня немного, человек может 15-20. Ну как оцените уровень стрельбы? Ну пока очень слабенько. Ну плюс дети, которые еще не стреляли. Вот это первый ребенок, который за 40 выстрелил. Так, ну как бы слабенько и стреляют. Некоторые еще не умеют винтовку держать. Но взрослые по мере сил стреляют. Главное, что участвуют. В общем-то и мы не стали оставаться в стороне от таких соревнований. Решили взять также винтовку, зарядить и сделать, как и участники, по 8 выстрелов по мишени. В настоящее время соревнования еще и идут. И вполне возможно, что кто-то выбьет максимум, попав яблочко все 5 раз. Итоги подведем в программе Овертайм. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости 11 канала.